здравствуйте дорогие подписчики уважаемые теле канала дмитрий зарла сегодня я вот провожу второй технический стрим нужными некоторые моменты прояснить 1 я провел со смартфона samsung galaxy s7 edge не помню какой нилан будет то ли 7 то ли 9 а вот это я провожу стрим второй вот этот со смартфона xiaomi redmi 8 у него 10 android оказывается ну более свежая версия но у него конечно камера хуже чем у самсунга тот-то флагман хоть устаревший ну знаю в общем включил тоже 4g поставил телефон на трипод это такой монопод у которого рукоятка расстраивается и снимаю видео подобное тому с теми же примерные эффектами приемами как я снимал самсунга вот сегодня первый стрим хочу посмотреть ну то же самое короче делаю тоже sim карта микрофон но хочу посмотреть будет ли какие-то отличия я делал стрим с этого xiaomi когда по моему весной но не это я прошлый до был поводок в районе стрелки я ходил с ним и снимал по поводу по подвесному мосту прогулялся это было как сказать больше года назад в общем не это весна прошлое и вроде как ничего было держала в руке а сегодня вот решил попробовать сравнить качество стрима самсунга из этого xiaomi redmi 8 наверняка хуже будет картинка но меня интересует данном случае данном случае даже не качество вид а чтобы она была ровно чтобы не было квадратиков там то есть не художественность видео не краски там короче качество меня интересует то что бывает может такое базовое качество которое сложных условиях и выдается нормально хороший смартфон может и ну не знаю ну по моему даже вот я посмотрел первый ролик сегодняшний вот сейчас ну так конечно с коленок посмотрел вот то что наснимал и мне кажется все дело в том что я держал во время стримов смартфон рукой а рука забирает сеть то есть скрывает антенну вот думаю в этом все дело вот они в чем-либо другом вот они в чем-либо другом то есть не нужно держать рукой смартфон а нужно держать как татьяна стеблецова за монопод за трипод за электронный стабилизатор чтобы рука не касалась телефона вообще и так значит сейчас я возьму его в руку взял трипод в этот монопод и немножко положу меня конечно же интересует не ухудшится ли качество не начнется ли там картинки разбиваться замутненность появляться вот беседка на дворянке наша любимая ротунда которая была конструирована старые вообще снесли это по сути новое здание старый уже нет старая только моих роликах осталось и вот вход в парк победы и сейчас я начинаю немножко вращаться показывать вид и конечно же меня интересует какая при этом будет картинка ровная я понимаю что качество xiaomi redmi 8 неважно но тем не менее ровная картинка будет или неровная вот так я поведу не будет ли квадратиков размытости а если будет то будет ли это все восстанавливаться потом в нормальное качество одним словом экспериментом несите технически река орлик там два стрима они по своей сути будут похожи но просто с разных смартфонов иначе я просто не смогу сравнить то что я должен то же самое примерно сделать и на xiaomi что я делал сам то что может получиться так что с xiaomi стримы лучше вести чем самсунга более ровная стабильная может качество у него но вряд ли ну не знаю в общем буду смотреть все таки это xiaomi более свежий чем samsung samsung такой аппаратится довольно таки старый у меня есть и меньше ну в общем опыта у меня всем технические эксперименты река орлик вот не до строки пончу к 83 беседка немножко информативность повысить скажу завтра в библиотеке имени крылова это на улице ленина там грубо говоря напротив аптеки произойдет выставка начнется картины с бересты меня пригласили поснимать но я не знаю может схожу по моему 17 числа выставка это начнется библиотеке крылова на улице ленина картины с бересты и ну интересно это гильдия орловских мастеров есть на ленина 15 вот ее руководитель пригласила меня поснимать или руководитель или участница это очень не помню картины с бересты кажется так она написала ближайшее время там 20 числа не помню будет ярмарка мастеров гильдии мастеров проводят у них по-моему 20-летие если не ошибаюсь в парке посмотрим может поснимаю тоже так ну что теперь я попробую навести зумчик зумчик попробую навести вот там как раз люди какие-то идут зумчик зумчики мне интересен или нет сначала давайте я вокруг своей оси обернусь чтобы повторить все те же перегрев ваше устройство сильно перегрелась ничего себе будут отключены вот тебе xiaomi Перегрев А что за перегрев Что это они перегрелись Солнце что ли так сильно повлияло Ну не знаю Вот тебе и Xiaomi Перегрелся Xiaomi У него конечно больше экрана Но не настолько Ну что ладно Раз не получится у нас походить С этим Xiaomi раз он перегрелся Вот такая капризная штуковина Зимой так сказать Охлаждается отрубается Летом перегревается Так Зум Ну зум тут такой себе Вообще конечно Xiaomi ерунда Вот этот по крайней мере Что у меня Зимой он помню как то отрубился Я его долго не мог Подзарядить Сейчас он перегревается Чего то Ну не знаю Ну ладно Боксинг Xiaomi Пройдем вот до макета Наверное Посмотрим Я не знаю В эфире я или нет Я не знаю Вроде как пока что в эфире Чего он перегрелся Не знаю Пока вроде работает Так Макет Макет дворянского гнезда Что тут еще можно снять Вот Лаврецкий С этой С Лизой Калитиной Памятничек Вот памятник Тургенева За ним какой то Не знаю Лабиринт Наверное Невидимый Потому что его нет Вот такой макетик У нас Дворянского гнезда Ну и В завершении Так сказать Этого опыта Xiaomi Давайте Дойду до Памятника Ну бог знает Может правда Перегрелся Экран большой На солнце Солнце Он нагревает До какой то степени Вот мусор Который мы Оставляем В этом Замечательном Природном месте Нехорошо Поступаем Ну посмотрим В принципе Я готов Его оберегать От перегрева От переохлаждения Лишь бы только Он стрим Хороший вел Этот Xiaomi Чтобы только Картинка была Более-менее Ну я не знаю Смотрю Домой Переду Что получится Посмотрю Я думал Он только на холод Реагирует Он еще и на перегрев Так сильно Реагирует Это печально Так Подходим К памятнику Лаврецкого С этой Калитин Памятнички Татьяна Привет Как качество Это я с Xiaomi Провожу Первый стрим Самсунга Второй с Xiaomi Качество Как Держу В триподе В моноподе То есть Не рукой А вот именно За этот Держу Как и у вас Вот такая штука Монопод Трипод Ну понятно Что Xiaomi Это не Samsung Но тем не менее Размытость Картинки Все это Квадратики Это и на нем Было бы видно Неужели Xiaomi Лучше Samsung У меня снимает Тогда дело Все в Android Здесь 10 Android У меня на Samsung Не помню 9 или 8 Или 7 Не помню Какой Так Затылочек Лиза Калитиной Милый затылочек Шейка Длинная Прекрасная Девушка Красивая Не приходи ко мне По ночам Не пугай меня Каменный гость Металлический Так Качество Хорошее Но Говорите Чуть громче Плохо слышно Да Микрофончик Xiaomi Слабенький Ничего себе Хорошее Я с ним хожу Представляете Он вообще капризный Xiaomi Он мне написал Сегодня Что перегревается Качество Замечательное Вот тебе И Xiaomi То есть Есть свои Плюсы и минусы А я вот Еще первый Стрим Сегодня Делал С Samsung Интересно Как там Качество Вот тебе И Xiaomi Redmi 8 Радует Может мне пора На Xiaomi Переходить Если мне Недоступны Флагманы Как у вас За трехзначные Ценники Ну как Они доступны Но я что то Жалко Жаба меня давит Трехзначные Цифры платить Качество Замечательное Ну ну Я сейчас Похожу Я посмотрю Какое Замечательное Качество Вот первый Стрим Еще Там тоже Я держал За трипод Samsung Может там Тоже качество Хорошее Еще лучше Чем тут Потому что Все таки Samsung Флагман Посмотрим В общем Если так Все То дело Наверное В том Что я Просто Зажимаю Антенну Своей Толстой Рукою И Поэтому Сигнал Теряется И надо Мне во время Стрима Просто Напросто Держать Телефон В подставке А лучше В электром Стабилизаторе Чтобы Плавненько Все было Но я учту Я учусь Я не дурак Учусь Короче Так Давайте В беседочку Зайдем Ох Какая Красота Не знаю Какая Сейчас Правда Картинка Вот Если После Всех Этих Хождений Картинка Нормальная То Я Очень Удивлюсь Ну да Толстой рукой Не особо Толстый Такой Крупной рукой Скажем Так Ну что ж Ксиоме Он перегревается На солнце Поэтому Надо Как-то Его Закрывать От солнца Ну и что Хотите сказать Картинка Хорошая Я Удивлен Ну вот Видите Толстая рука Докопались Мы До истины Моя Толстая рука Ухудшает Качество Я Еще Посмотрю Вот Я еще Посмотрю Как я Самсунгу Поснимал Первый Стрим Не Зум У Сеоми Что-то Странное С ним Ну ладно Ничего Я думаю Разберемся Разберемся Все-таки У Самсунга Зум Намного Лучше Чем У Сеоми Да Да И вообще Камера Так Вот Новая Лестница Деревянная Река Орлик Не Дострой Попанчука Наш Любимый 83 Кстати Очень удобно Он нам Показывает Качество Эти квадратики Решетки Так Самсунг Тоже Перегревается Дай Боже А у меня Он Ни Разу Оборачивайте Фольгой Но у меня Он Такой Же Семь Он Такой Типа Водозащищенный Там Класс Защита Какой-то Есть Ваш Не знаю Защищенный Или нет Вот Сейчас Нормальное Качество Скажите После Всех Моих Хождений Тут С Ксиоми С Этим Более Менее Так Ничего Ксиоми Конечно По капризне Но в целом За свои деньги Телефон Наверное Оптимальный Самсунги Они уж Слишком Дорогие Для Среднего Покупателя Тут Вообще Сложное Место Потому Что Столбы Всякие Но Однако Возвышенное Так Пишите Огонь Картинка Хорошая Ну что же Я очень рад Что наконец-то Я докопался До истины Что все Дело в том Чтобы я Своей рукой Не закрывал Антенну Видать У Самсунга Она в нижней части Смартфона Расположена И из-за этого Стеряется сигнал Если так То Все Я понял В чем дело И Стримы Теперь Будут лучше У меня По качеству Ну что ж Прекрасно В этом Мне помогла Замечательный Орловский Блогер Понятие Это дело Татьяна Стеблецова Которая Постоянно Использует Монопод То есть Подставку Под телефон Держит в руке И своей Изящной Рукой Женская Не закрывает Антенну А я Это Закрывал Потому что Держал Не В моноподе Триподе А в этом В руке А Татьяна Держит В этой Подставке Поэтому У нее Качество Хорошее Было На дворянке И то же самое И у меня Сегодня Видимо Судя по ее Комментариям Тоже хорошее Качество И даже С Xiaomi Потому что Я Понял Причину Свои ошибки Не стоит Держать Телефон В руке Не стоит Закрывать Антенну Которая Скорее всего Расположена В нижней Часть Смартфона А стоит Пользоваться Простыми Приспособлениями Как то Монопод Трипод Электронный Стабилизатор Подставку Под смартфон И так далее Во время Стрима А Ну там Вообще Он может Накрыться На лобовом Стекле Конечно Там же Жарко Очень И так Подведем Итоги Не стоит Во время Стрима Держать Телефон Рукой А наверное И во время Разговора Тоже А следует Использовать Триподы Чтобы Сигнал Был Лучше Моноподы И всякие Там Подставки Потому что Рука Она Крадет Сигнал Как есть Поговорка Закуска Крадус Крадет Вот так Скажем Монопод Крадет Сигнал Ой Не монопод А рука Крадет Сигнал А монопод Наоборот Спасает Человеческое тело Все таки Видимо Поглощает Как-то Сигнал Закрывает И приходится Работать С подставкой С триподом Моноподом Стабилизатором Электронным Надо как-то С электронным Беседка Четкое эхо Надо как-то С электронным Стабилизатором Попробовать Поснимать Чтобы Плавненько Было Чтобы качество Было Кинематографическое Хотя и Вертикальное Ну что ж Я доволен Я рад Сегодня Я прояснил Ситуацию С помощью Орловского Блогера Татьяны Стеблицовой Которая Вчера Также Провела Стрим Здесь На дворянке И он У нее Получился Качественный В отличие От моих Предыдущих Стримов Но надеюсь Что один Из этих Двух Стримов Сегодняшних У меня В общем Тоже Качественный Давайте Поклонимся Нашему Дорогому Писателю Земляку Тургеневу Ивану Сергеевичу Спасибо вам Иван Сергеевич За то Что есть Такое Замечательное Место Дворянка Дворянское Гнездо Компания Мегафон За качественную Связь Я грешил На связь А дело В моей Полной Ручке Которая Закрывает Антенку Смартфончика Сейчас Нормальная Картинка Да Татьяна Тургенева Снимаю Нашего Писателя Нормальная Картинка Так Пишите Миша из Орла Предлагает Встретиться Орловским Блогером На следующей Неделе После 18 Часов Погулять Где? В парке И по улице Ленина Здравствуйте Как говорится Будет день Будет пища Скажите Сколько Жителей В Орле А вот Знаете В Википедии Есть статья Про город Орел Там точно По годам Даже Картинка Хорошая Татьяна Ой Татьяна Посылаю вам Воздушный Поцелуй Это прекрасно Это замечательно Цветы тут Что-то не вижу Цветов Поблизости Цветок Был вам Какой-нибудь Послабо Березку Посылаю Спасибо Огромное За деятельное Участие В моих Стримах Вы мне Помогли Докопаться До качества Вот Вы женщина Как я считаю Приносящая Удачу Вносящая Ясность И очень Очень Ценная Для всех Нас Зрителей Для меня Лично Для Алексея Вашего супруга Тоже Вас надо Беречь Хвалить И уважать Как сказал Михаил Лайтман Михаил Лайтман Вот Да, Татьяна Спасибо Ну что ж Я довольный Пошел домой А вам Желаю Всем здоровья Хорошего настроения И до новых встреч Подпишитесь на канал Татьяны Стеблецовой Которая сегодня Присутствовала На нашем стриме Орловского Замечательного блогера